Если говорить серьезно о том засилии пропаганды, которая на сегодняшний момент существует, надо признать, она есть, она существует в разных формах, и изувалированных, и скрытых, и явных. И главного, чего добились идеологи, так сказать, будем говорить, преференции гомосексуальных отношений в обществе, это гласности. Сегодня молодое поколение, которому принадлежит в том числе и вы, оно сегодня спокойно это обсуждает. В дни «Когда мне было 18» эта тема была от Абу, она в лучшем случае обсуждалась где-то в подворотне, сидя на заваленке в очень такой плотной мужской компании, никогда это не было предметом отношений, вернее, так сказать, обсуждения в смешанных компаниях. Сегодня вот люди нетрадиционной ориентации достигли главного. Легализация этой темы к ней подходит очень свободно, спокойно. Следующий этап для них – это возможность участвовать в отношениях таких же, какие обычные мужчины и женщины себе позволяют. То есть даже те формы, которые позволяют обычно мужчины и женщины, ну, например, вот сейчас очень часто можно видеть в лавочке, на лавочке на скамейке в парке девушку, сидящую на коленях у молодого человека, ну, то ли она его согревает, то ли у нее ноги устали. Я уж тут не знаю, но такое часто бывает. Ну, представьте себе, теперь точно такая же картинка – мужик сидит рядом с мужиком. И это будет, ну, пиком, пиком достижения для людей, которые втайне об этом мечтают. Зачем? Я подозреваю, что в этом есть некий глубинный масштабный процесс. И гипотетически можно себе предположить, что в какой-то момент человечество разделится очень серьезно на две категории. Вот эта вот эскалация, признание, эскалация либерализма, она приведет к тому, что мы поделимся на две равные или неравные части. И Бог знает, во что это для современного человечества может вылиться. Поэтому я, например, против. Но другое дело, что те люди, которые с этим борются, а, во-первых, морального права особенного не имеют, б, не очень хорошо понимают сущностно то, что происходит, и в, не до этого сегодня. Сегодня нужно говорить о более серьезных насущных проблемах для страны, а тогда может быть и проблема пропаганды. Надо просто внимательней отнестись к телевидению. Вот к тому самому официальному телевидению, которое у нас существует. Не надо выпячивать само по себе эротичность музыкальных наших произведений. Не надо доказывать, что человек нетрадиционной ориентации, лучше поет человек традиционный. Не надо шутить на эту тему, приучая молодого зрителя в КВН, приучая молодого зрителя к тому, что это обыденная вещь. Нельзя мириться с тем, что две пятиклассницы, сидя у себя в школе за партой, говорят, не дружи с Петькой, потому что он голубой. Вот это все, к сожалению, уже необратимо. Мы уже воспитали сегодня поколение, и поэтому поздно Рита пить боржоми. Поэтому еще раз говорю, парламенту нужно обратиться к более серьезным вещам, а вот такие скандачка, принятые решения, они дискредитируют парламент, не более того, но не решают проблему.